Пожалуйста, вы можете повернуться к камерам, пожалуйста. Господин Покарайсин, пожалуйста, скажите по колокольному поводу ваш визит в Армении. Мы знаем, что в МИДе вы занимаетесь проблемами Карабаха и вот здесь, в Армении, что вы можете сказать по этому поводу? Вы обсудили эти темы в последние встречи, да? Минуточку, давайте я по очереди буду отвечать на вопрос. Вы обсудили тему Карабаха? Значит, я отвечу сначала на ваш вопрос. Я нахожусь здесь с рабочей поездкой. У нас состоялась очень обстоятельная беседа, встреча с министром иностранных дел Нациканяном. Вчера мы провели практически полдня, обсуждая все вопросы, так или иначе, связанные с нашими двусторонними отношениями, которые поступательно развиваются дальше и в рамках интеграционных объединений Еврозеса, СНГ. ОДКБ важна предсказуемость. Обе стороны это хорошо понимают. Нам нужно постоянство, открытость, понимание размышлений и намерений друг к другу. Мы договорились поддерживать очень тесные контакты, координацию, в том числе и на международных площадках в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ. Словом, мы развиваем сотрудничество и будем это делать дальше. А что по поводу Карабаха? Сейчас, одну минутку. В том, что касается двусторонних отношений, было условлено, что в ближайшее время будет готовиться заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а до этого, возможно, в феврале встретятся два сопредседателя, обсудят все эти проблемы. Мы, естественно, затрагивали тематику Нагорного Карабаха, приветствовали встречи лидеров Армении и Азербайджана и высказали пожелание, чтобы эти встречи продолжались. Над этим работает, как вы знаете, тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая владела... Ну, это не официальные встречи, по-моему, господин Карабах. Нет, значит, но впереди новые встречи. Я так понимаю, что эти встречи будут проходить на разных уровнях, и на уровне министра иностранных дел, и на уровне лидеров. Встречи должны быть хорошо подготовлены, чтобы они были субстантивны, приносили реальные результаты и продвижение вперед. Но сейчас чрезвычайно важно, чтобы обстановка вокруг, международная обстановка вокруг проблемы Нагорного Карабаха была предсказуемой, спокойной. И мы с удовлетворением отмечаем, что в последние месяцы это спокойствие относительно предсказуемости обстановки стало характерной. Надо продолжать. В этом смысле у международного сообщества есть консенсус. Все, без исключения страны, основные участники тройки, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Европейский Союз, они едины в том, что категорически должны быть исключены силовые сценарии. А вот вести переговоры, договариваться о том, о последовательности шагов, о том, к чему это должно привести для Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха. Эта тематика очень актуальна, но ее надо обсуждать в спокойной, взаимоуважительной манере. Господин Карасин, как вы думаете, вот в этом году возможен ли прорыв? Это очень сложный вопрос. Конечно, всем хотелось бы, чтобы прогресс в решении этой проблемы был быстрым, но надо быть реалистами и полагаться на здравый смысл и те переговоры, которые прежде всего касаются руководства Армении и Азербайджана при помощи международного сообщества и прежде всего тройки сопредседателей. Что вы имеете в виду, когда вы говорите, нужно быть реалистами? Я бы этим ограничился. Кто-то один. Господин Карасин, как может быть относится к имплементации Российско-Крузинского соглашения у 2011 года? Насколько это реально в этом году и какие проблемы есть? И обсуждался ли вопрос в Армении, потому что Армения заинтересована. Значит, Россия относится к реализации соглашения о таможенном регулировании 2011 года позитивно. Мы намерены реализовывать взятые на себя обязательства. Значит, с тех пор прошло много лет. Надо сказать, что очень важным, наверное, будет первая встреча трехстороннего комитета с участием Швейцарии, которую представляет фирма СДС, которая будет, собственно, реализовывать весь этот проект, и представителей Грузии и Российской Федерации. Такая встреча состоится очень скоро. В феврале? Намечена, да, намечена даже дата в феврале, и произойдет это в Женеве. После этого мы попытаемся логистически просчитать последовательность шагов и будем реализовывать проект. Мы можем сказать? Поэтому я рассчитываю на то, что этот проект действительно поможет открыть еще один транзитный коридор для товаров из Армении. Но надо упрощать. Упрощать здесь не стоит, потому что, вы знаете, в регионе есть свои проблемы. Существует разногласия по поводу политического статуса целого ряда государств. Существует республика Южная Осетия, через которую должен пройти коридор и так далее. Поэтому это деликатные вопросы. Их будем обсуждать вместе с грузинами и швейцарцами. Естественно, будем полностью информировать об этом наших армянских партнеров. Спасибо большое. Спасибо большое. Надо продолжать.